Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Дёхцев Антон. Я тоже из Алтебир. Во-первых, спасибо огромное, что пришли к нам, что вы здесь. Мне приятно, что у нас стало больше людей, чем было чуть раньше. Дальше я буду рассказывать вам про конкретный инструмент поиска, подбора рецензентов, патентантов, ученых с определенной научной экспертизой, которые вам могут понадобиться для довольно разных целей. Но в общем и целом, очень часто в науке мы говорим про установление связей, про развитие коллабораций, партнерств. И я начну с небольшой истории. Может быть, кто-то из вас знает эту книгу. Здесь четыре варианта ее обложки. Гёдель, Эшер и Бах. Поднимите руки, и кто-то слышал, кто-то читал. Это очень известная книга, легендарная. И я расскажу историю о том, как женщина, которая здесь изображена, прочитала эту книгу, которая изменила ее жизнь. И она очень захотела работать с автором этой книги. Он левее изображен. Мы часто слышим истории про то, что люди нам рассказывают. Вот мы кому-то пишем, станьте нашим рецензентом, помогите нам в этом, давайте сотрудничать, нам никто не отвечает. Это действительно часто происходит. Это будет история про то, как обычно, если вы ориентируетесь на очень сильных ученых, какой путь вам нужно пройти, чтобы заполучить это партнерство и работать с известным человеком. Итак, эта легендарная книга, она была опубликована в 79-м году, получил Куллицеровскую премию в «Скоро как лучший нонфикшн». Это научно-популярная книга. Это книга про сознание и интеллект, и как что-то такое непостижимое может появиться из гораздо более простых элементов, из миллиардов нейронов, которые сами по себе не обладают. Интеллектом. Слушайте, я прощу, Дмитрия. Дмитрий, Дмитрий. Да, да, Джардж, да. Как сознание и интеллект появляются путем самоорганизации каких-то простых элементов, как жизнь появилась путем самоорганизации химических элементов, и может ли полноценный искусственный интеллект появиться путем организации каких-то более простых вычислительных элементов. То есть эта книга и про логику, и про искусственный интеллект. Очень интересная, сложная и легендарная. Женщина, ее зовут Мелани Митчелл. Она об этом рассказывает в подкасте, тут есть на него ссылка. Она рассказывает, я окончил университет, получила степень бакалавра по математике, и после этого работала преподавателем математики в старших классах, и особо не знала, чем я заниматься дальше. Тут я нахожу эту книгу, она меня восхищает, и я понимаю, что хочу теперь заниматься исследованием искусственного интеллекта. И первое, что она делает, она пишет, естественно, ученому автору Дагласу Оффштедеру, который тут изображен. Я хочу у вас работать, пожалуйста, я отдохну, и так далее, и так далее. Никакого ответа, естественно, ей не поступает. Она подает заявку на учебу в аспирантуре в его университете. Тоже никакого результата. После этого она прекращает учебу, не учебу, прекращает учить в школе, и переходит на работу в астрономическую лабораторию в Гарварде, чтобы иметь возможность работать с компьютером. У нее не было никакого специализированного образования. И посещает курсы по информатике в Гарварде. Потом однажды она видит объявление о том, что Даглас Оффштедер приезжает с лекцией в университет. Естественно, она туда идет. Она думает, замечательно. Нужно попробовать попытать удачу. Слушает лекцию. Нужно поговорить обязательно с человеком. Конечно же, он уже окружен толпой таких вдохновленных студентов, которые тоже хотят заниматься искусственным интеллектом. В итоге она пробивается, говорит с ним. Он был очень вежлив, приятен в общении, но из этого ничего не получилось. После этого она думает, что нужно ему звонить и как-то дальше пытаться установить контакт. Она ему звонит в офис целыми днями. Ей говорят, что его нет на месте. Она оставляет сообщение, никто ей, естественно, не перезвонит. После этого она говорит, что если я ему звоню целыми днями, его никогда нет, может быть, он ездит ночью. Я звоню ему в 10 часов вечера. Естественно, он берет трубку в отличном расположении трубка. Мы говорим, она предлагает переговорить подробнее о том, что она хочет стать студентом. Он говорит, да, конечно, приходите завтра. Она приходит. У них разговор, она рассказывает про себя. Он рассказывает про их исследования. И в итоге он говорит, да, конечно, что вы можете присоединиться ко мне в качестве интерна в летней школе. То есть вот какой сложный путь иногда приходится проделать, чтобы поработать с человеком, с которым вы очень хотите. Это один край спектра. У нас два месяца назад была премия, может быть, вы слышали, выдающимся российским ученым. И от победителей этой премии были истории про то, что вот как у вас получилась какая-то лаборация, как они начали работать с этими замечательными людьми. И человек говорит, ну, я просто написал им в социальной сети, я посмотрел, что они публикуют, это похоже на то, чем я занимаюсь. Они посмотрели мои статьи и так далее, и так далее. И получилась хорошая результативная цитируемая корпорация, серия статей. То есть есть и совершенно другие, и более простые истории. Какие будут у вас, это покажет жизнь. Установление контакта – это два этапа. Вам нужно найти людей, с которыми вы хотите контакт установить, которые подходят под ваши цели. И вторая часть – это непосредственно установление контакта, это более творческий процесс. И инструмент вам поможет на первом этапе. Мы поможем вам найти тех людей, которые вам могут быть полезны и чем-то поможем. Эксперт-вукап – это наш поисковик, продвинутый поисковик по профилям ученых в скокус, который позволяет вам очень детально и со многими фильтрами найти тех людей, которые вам могут понадобиться. Мы на журнале конференции, поэтому логично для журналов это использовать с целью поиска и подбора рецензентов, которых вам, может быть, нужно найти достаточно большое количество относительно регулярно. Я знаю, у некоторых нет с этим проблем, и у кого-то списки потенциальных рецензентов в голове, но у нас есть и редакции, которые говорят, наш университет проводит большие форумы, у нас много контактов, но это не всегда помогает. Нам постоянно нужно искать новых людей. Такие истории тоже есть. И мы можем вам помочь найти этих людей по нескольким критериям. По ключевым словам. Это самое простое, с чего можно начать. Если у вас есть перечень ключевых слов, как вы можете описать специализацию, или у вас есть статья на русском, вы не хотите ее целиком переводить, вы просто копируете перечень ключевых слов, и по ним мы подбираем людей, которые публиковали статьи с такими ключевыми словами. Здесь работают, естественно, не просто мы сопоставляем ключевые слова в вашем запросе, ключевые слова из статьи, мы выделяем ключевые слова из текста, из текста аннотации и остальной библиографии в профиле ученого и сопоставляем и подбираем. Также есть более продвинутые случаи, когда у вас, например, есть описание проекта или аннотация статьи на английском языке, вы можете ее просто скопировать туда, и система выделит из текста на естественном языке ключевые концепции слова, расставит их в порядок приоритета, вы можете дополнять, модифицировать, как-то изменять. И есть возможность искать ученых по сетям соавторов. Например, вы находитесь у условного Дагглса Хофстедера, он вам не отвечает, у вас нет возможности до него разговариваться регулярно или приходить к ним на встречи, и вы хотите понять, какие у него есть частые коллабораторы, кто тоже занимается аналогичной темой, чтобы, возможно, им тоже написать. Три таких варианта. Ключевые слова мы выделяем из текста, подставляем сюда, автоматически определяем, к какой дисциплине относится этот запрос, вы можете это изменить и поискать в такой дисциплине. И после этого мы предлагаем вам перечень из двух старых людей, которые соответствуют критерию поиска. У вас есть возможность как-то по фильтрам уточнить критерии, это часто математические критерии, например, вы понимаете, что вам нужен профессор, или вы понимаете, что вам нужен молодой ученый, знаете, что ваше дисциплине значение индекса Хирша для таких людей разнятся в определенной диапазоне, вы можете задать этот диапазон, можете не задавать. Можно указать страну, период, за который вас интересует публикации, конфликт интересов, журналов, в которых он публиковался, где он получал финансирование, из какого он или она университета. Это все можно указать здесь. И с этими фильтрами вы видите уточненную картинку, каких новых успехов. И мы объясняем, почему мы подобрали вам этих людей. У нас здесь есть перечень специалистов, вы нажимаете на кнопочку на строку с каждым человеком, открывается окошко, где вы видите его последние публикации, какие из тех ключевых слов, которые вы ищете, у него есть, где он был первым и последним автором сколько раз за указанный период. Можете посмотреть на его профиль в скокус или в интернете. И мы показываем вот таким желтым маркером, что соответствует вашим критериям запроса. Другой момент. Мы можем показать потенциальный конфликт интересов. Что мы под этим понимаем? Если вы редактор журнала, то, наверное, вы хотите найти рецензента, который будет максимально объективен, поскольку это возможно в вашей ситуации, который оценит работу какого-то автора или африканта проекта. И вы можете указать сразу, кто вам подает эту статью. Указать профили идентификатора ученого в скокус или имя, фамилию, добавить несколько человек. И здесь есть колонка, которая называется потенциальный конфликт интересов. Иногда, если мы его находим, здесь собирается оранжевый кружок, и мы объясняем, что это значит. В каком случае возникает конфликт интересов. Есть несколько сценариев. Если автор статьи, которую вы рассматриваете, и потенциальный эксперт, который есть в этом списке, они были с авторами в какой-то публикации. Логично предположить, что они знакомы, и у них может возникнуть конфликт интересов. Может возникнуть. Вы сами это решаете. Наша задача вам дать понимание и какую-то историю их взаимоотношений. И мы показываем, что в данном случае вот два человека были с авторами по 16 публикациям. Вы можете посмотреть, что это за публикации. Иногда мы видим, что они финансировались по какому-то общему гранту. Или о том, что они работали в одно время в одной и той же организации. Это тоже вам может быть полезно. Может быть полезно. И если вы журнал, то вы можете использовать это таким образом. Если вы представляете университет, то можно использовать конфликт интересов с другой стороны и посмотреть на то, попытаться найти связи между, например, учеными вашего департамента и учеными другого университета, департамента, в который вы, например, едете на конференцию или хотите с ними установить контакт. Вы так сразу увидите, какие есть связи между набором ваших людей и каких-то других специалистов. Также мы показываем гранты, которые ученые получали. Источники финансирования. Это, во-первых, степень экспертизы человека, что его финансируют, его исследования получают средства. Это тоже здесь можно будет видеть. Цитирование в патентах. Другой элемент работы ученых, когда он встречается, это тоже важно иметь в виду. И после того, как вы прошлись по фильтрам, после того, как вы поработали со списком людей, выбрали какой-то шорт-лист, вы можете видеть их контакты. Естественно, это те информации, которые они оставляли в своих статьях. Или можете посмотреть где-то в интернете, тоже можно быстро найти. И здесь есть такая колонка с доступностью. Доступность вы указываете самостоятельно. Если у вас есть несколько человек, и вы знаете, что точно эти люди сейчас недоступны, вы их помечаете соответствующим образом. И, соответственно, ваши коллеги, которые будут их видеть, поймут, что этот человек сейчас недоступен, мы не будем тратить на него время. Или как-то это изменить. И дополнительно здесь есть возможность анализировать сети с автором. Мы, например, знаем, какого-то ученого, хотим понять, кто еще с ним активно работает. Здесь пример Михаила Гельфанда. Мы показываем несколько степеней близости. Те, кто был напрямую с ним, в числе с авторов в публикациях, и те, кто на следующем уровне. Можно посмотреть информацию по каждому человеку, можно посмотреть среди вот этих людей, кто, например, из них работает в Германии или в любой другой стране. Какие есть пересечения по аффилиациям или финансированию. И можно добавить целую панель экспертов и посмотреть, какие между ними есть пересечения. И пересечения, опять же, или по совместным аффилиациям, потому что они пребывали в соавторстве в работах или в том, что у них есть совместные общие соавторы. То есть вы можете видеть, как два человека, которые никогда не были знакомы друг с другом, например, через кого они связаны. Это иногда бывает очень полезно. Теперь про российский опыт использования. У нас, я не помню, по-моему, в прошлом году был вебинар с журналом экономика науки из Ранхикс, и выпускающий редактор рассказывал о том, как этот опыт использования ей помог расширить предколлегию, привлечь известных экспертов в своей области в предколлегию журнала. Посмотрите этот вебинар. Там Ольга, зовут выпускающего редактора, рассказывает также и про то, как она подходила к написанию писем людям, какие есть нюансы в написании писем из различных культурных регионов. Кому-то стоит писать подробнее, кому-то стоит писать более сжато. Посмотрите, это очень интересно. И еще подумать. Во-первых, мы предлагаем участвовать в тестовом доступе на какое-то время. Вы можете написать заявку мне на почту, она будет дальше указана. Если вы работаете в университете, подумайте о том, кто еще может от этого выиграть. Это может быть служба международного сотрудничества, это могут быть ученые, это может помочь в восстановлении каких-то персональных связей и поиски партнеров. Если у вас есть конференции, это тоже может быть вам полезно. На этом у меня все. Мы можем перейти к вопросам и ответам. Если у вас есть желание по участвовать в тестовом доступе, напишите мне на почту. Частый вопрос, который я слышу, про то, каким образом люди попадают в эту базу. Это поисковик по профилям ученых. То есть, если у человека есть профиль в скокус, он в этой базе. И потом, с помощью тех алгоритмов, которые я описал, и того процесса, мы находим людей, у которых сконцентрирована необходимая вам компетенция. Компетенция — это определенное количество статей с заданными ключевыми словами, которые подходят по семантике. Компетенция — это придется. Продолжение следует...